всем доброго дня с вами петел им за грандстаркс у нас 14 год полный привод 2 и 5 турбодизель евро 5 на евро 5 у нас стоят топливные форсунки delphi очень многие путают евро 4 евро 5 говорят что мне там что-то написано откройте и глянь скоро будет тепло обещает жаркое лето готовим систему охлаждения здесь уже менялась задняя длинная правая трубка на задний контур меняли на шланги откачали фреон будем снимать радиаторы будем их мыть готовить дело в том что данные радиаторы очень часто забивается фреон перегревается и давление в системе превышает допустимое и начинают появляться проблемы то может и сгореть муфта и сломаться сам компрессор и лопнут какая-то трубка или что-то еще есть момент это рекомендации мои от меня то есть по именно по грандстарксам когда у нас раздельный климат то есть передней и задняя зона вот здесь вот черным по белому написано вот человек приехал и говорит мне заправили 850 грамм видите смотрите должно быть 0 740 грамм первые допустим пять лет у вас система кондиционера работает хорошо старайтесь при заправке когда вам то есть заправляет или что-то делают пусть они занизят на 40 50 грамм положенного объема давление будет чуть ниже так как система уже вся старая уже плохо держит можете на 40 50 грамм сделать меньше и самое главное не забывайте про масло масло которое то есть смазывает компрессор обязательно чтобы вели полный нужный объем если все это сделать то есть если нигде ничего не уходит все помыли почистили все будет работать но здесь на грандстарксе радиаторы не раз не мыли сейчас снимем посмотрим то есть вот получается 8 лет увидим где как эксплуатировался то есть тоже информации нет у нас вот больше по трассе или где-то еще ого какая поливал к внутри какой интересный опа вообще супер потом отваливается у всех не у всех отваливается как который штатная а тут прям очень шикарно панель снимается довольно легко то есть там ряд деталей внизу ничего не цепляет все значит такие есть так вот панельку мы сейчас подвинули если мы берем грандстаркс то мы должны следить за одной такой еще вещь интеркулер если он вдруг забит то его лучше конечно сейчас удобно быстро помыть визуально еще не полопалась сразу пока есть возможность тут же смотрим то есть какие-то потеки какой-то смотрим не полопался ли ремень ролики заглушку сюда будем мыть заглушку сюда угол просто бачок расширителей антифриз будем сливать максимально то есть бачка тоже расширителя выльем потому что по максимуму меняем радиатор который стоит маленький на охлаждение коробки он чистым его трогать не будем вот основная греча скапливается между двух радиаторов все это всегда и везде и на любой машине так пробег у машины смотрите 106 тысяч ну вот наш вариант то есть ну не самый видел и хуже не самый конец но есть будем мыть радиаторы начнем мыть по ходу движения то есть грязь попала оттуда туда и будем ее то есть первый раз вымать но в целом это не важно но все же то есть самый главный момент это вот кирк то есть он работает с высоким давлением если допустим мы начинаем мыть мы можем брать если у нас радиатор в хорошем состоянии то мы можем взять побольше то есть это 20-30 сантиметров расстояние есть моменты что если его не удержать и то есть как-то бить вот так поворачивать то что ты может загнуть то есть нужно всегда стараться более-менее ровно попадала если вы не можете попасть в этот угол ровно отведите его дальше чтобы давление было меньше смотрите при мойке радиаторов старайтесь сохранить вот эту губку она сделана здесь не просто так она обеспечивает закрытие зоны между двумя радиаторами когда у нас закрыта зона всасывания то есть охлаждение происходит отсюда через радиаторы через два радиатора то есть вентиляторы если они будут отсутствуют то вентилятор будут засасывать уже нить через решетку то есть либо неэффективно а тащить отсюда отсюда все сторон сейчас зальем шампунем перекур пару минут химия сделает свое дело схеме тоже не стоит баловаться не нужно держать ее там по 10 по 20 минут кто-то думает что я заливаю сейчас она полдня просто это будет лучше это не так она может съесть ваш радиатор то есть эти соты они даже станут такого темного серого цвета даже видно что с батареи краску съедает он капает синенькая то есть поэтому передерживать нельзя забежим чуть вперед клиент сегодня с нами вроде как сказал что по утрам что-то подпускает поэтому пока несложно сейчас кинем ремень крутанем ролики проверим что со шкивом генератора работает ли муфта то есть якобы на холодную иногда что-то просвистывает сейчас это сделать недолго не сложно натяжитель на 17 снимем ремешок так ремешочек сможем чтобы по краям вот этим не было задира веревочки не торчали потому что если веревочку зацепиться за что-то то она может распустить ремень смотрим чтобы ремень не был сухим коричневым жестким и не было трещин также некачественный ремень при попадании масла может просто растянуться стать длиннее чем положено и эффект будет тот же самый то есть по утрам будет подписки не осевого не радиального люфта нету дождь начался до большого ролика чуть проскакивать компрессор качает сам шкив подшипник все тоже исправен муфта тоже прекрасно работаюсь вот этот ролик мне не понравился ролики на грандстараксах бывают четыре обычных и один широкий все зависит от крышки нижней наружной крышки тут выступ просто такой то есть для приобретения все-таки убедитесь сами его визуально сверху видно что он там допустим сроки ну вот как будто вы из него смазка выступила вытаскиваем болт то есть беремся за саму ось и круче и мы почувствуем что вот он как раз тут идет тук 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 растукивает то есть один или два шарика прям период от перескакивать так все сейчас покажем согласуем скорее всего заметь сейчас будем заправлять кондиционер заливать охлаждающую жидкость вот антифриз будем клиент привез свой ликвимолевский такой gtl 11 так это у нас открытое какой-то он говорит открытого открыты 10 литров то есть надеюсь нам не понадобится уйдет что-то в районе получается мы слили охлаждающую жидкость заднего контура и радиатор пустой то есть блок нет трогали не касались заправлять заправлять то есть у нас вот практикуется заправка по кондиционерам именно на grand star x 700 грамм то есть ни больше ни меньше 700 грамм еще такой момент вот здесь с обратной стороны вот это бачок у нас с грязным маслом который он откачивает системы и это бачок с чистым маслом должно быть прозрачным но у нас опять же не то есть не у каждого не у всех используется краска для ультрафиолета то есть для обнаружения утечки ну примеру вам заправили вас ушел газ вы приезжаете и вам говорят надо заправить с краской вам слово заправили вы снова уехали потом не за приехали не за не приехали то в нашем случае это краску используем всегда то есть вы приехали если у вас ушло заправили то мы сразу берем лампу ультрафиолета и то есть ходим смотрим то есть опыт уже есть где уходит когда уходит на каких машинах каком пробеге то есть если именно узкий круг то есть киев hundai то принципе найти не сложно мы выбираем персональный то есть не будем заходить по машине это как бы ни к чему так проверка повышенного давления нам не нужно потому что здесь все работало хорошо это полный тест делаем когда там было пусто вот мы его убираем по вакууму опять же мы не 20 15 убираем снизу тоже убавляем на 2 то есть игру когда система была не исправна там она вы приехали когда мы вам делаем полость и вот он уже необходимый объем 700 грамм все запускаем она все сделает сама то есть сделать проверку на утечке то есть но хотя они ни к чему то есть все работало все было прекрасно то если в системе нет утечки все хорошо она сама автоматом все заправить и скажет нам о том что она провела данную работу если будут какие-то симптомы намеки всегда можете приехать то есть не забывайте что нужно то есть его обслуживать нужно смотреть это тоже своего рода система то есть которая может сказать есть двигатель есть радиатор есть тот же газ тоже масло все всему этому приходит время и срок ну все же ждем вас если вас все устраивает так как сделал это я то ждем вас все обслужим все помоем если даже неисправный починим также то есть это замена компрессора кондиционера замена самих трубок радиаторов то есть все здесь делается ну все всем пока до новых встреч и